здравствуйте так здравствуйте сегодня будем смотреть посылки с алиэкспресса на алиэкспресс есть там есть во первых есть рубрика скидка нужно покупать сразу нельзя в корзину положить сразу будет скидка до 50 процентов и больше есть товар категория туда попадает и по этой категории товаров я купила прислали я вернее купила они прислали штатив для этого для телефона новый штатив честно говоря что я чем вот с чем и чем последнее последнее время с чем я столкнулась это со штативами сколько я их уже переломала откручиваются вот эти головки где сами держатели вот эти которые да вот этот телефон который держит сами они тоже отваливаются они отваливается что только не отваливалась короче некоторые наклон не держит вообще сейчас откроем и палки и ногти только ломать с этими упаковками этот этот я выбрала вот это был 50 процентов дешевле 14 нет в общем чуть больше десяти евро он обошелся чуть больше десяти евро это цепляется на стол наверное или нет сейчас я посмотрю наверняка что-нибудь будет опять этого чего мне надо я так намучилась этими штативами для телефона это целая проблема его закрепить такую штуку вот железяка это да сама по себе железяка куда я цепляю такая штука сама по себе кстати она легкая она легкая не знаю посмотрим дом надолго штативов не хватает ни одного мне сейчас у меня sony штатив sony дорогой из магазина здесь не с каких не с алиэкспрессо вот это как на котором сейчас это же уже мне он не нравится это же в нем уже хватает хватает где-то уже она скручивается потому что крути же постоянно мне вот так то вся эта штука смотрите она цепляется на стол и на вижу больные а куда я телефон прицеплю по моему я заказывала вот эту штуку сюда видите есть вот эта штука есть почему все отдельно куда мне это прицепить а поняла смотрите сюда цепляется за стол так крутишь это сюда одеваешь эту крутишь и короче цепляешь как мясорубки раньше были знаете цепляешь за стол да здесь а здесь то нет ничего вот вот такой вот вот этот что мне с ним делать неужели не было а я не заказывала разве нету вот куда телефон цепля здесь же должна быть такая вот штука куда его вот опять начинается одно за другое телефон нету вот это подставки поняли куда телефон сам цеплять сюда должен быть еще на балдашник и может быть этот подойдет который у меня там спасибо большое могли а я куда смотрел или там или я не досмотрела не знаю короче ну сама по себе на так вроде ничего сюда так прицепишь и поставишь себе на стол так еще одна посылка есть еще одна посылка вот теперь белом пакете тоже там еще есть рубрика по евро 84 каждый день добавляют товары где-то я слышала у каких-то обзорщиков по доллару или врут я по доллару там ничего не видела и я себя сдерживаешь мне не покупать там ничего у меня уже хватает этого барахла ногти купила пила себе ногти там много цветов разных я выбрала эти посмотреть потом думаю еще закажу что у меня есть ногти фальшивый не фальшивый не хотите вот черные золотые просто клеишь на ногти и все и хочешь ногти просто клеишь на ногти кстати они хорошо держатся золото такое не очень красиво но я за черных ну как вот эти это тоже он приклеенный видите вот эти красивые вот ногти а это такие же черные черные золотые очень не нравится честно говоря это золотые золотые некрасивые тут в данном случае золото как на елке черные нормально золотые мне не нравится вот золотой такой приклеить ходить я их стачиваю естественно тут они острые такие себе скажу честно не очень не очень улыбники там есть каждый день можно заказать оттуда что-нибудь туда кидают товар со скидками типом типа не знаю может они так стоит где еще посылка был а вот еще была одна посылка вот это как раз и стоит куча тоже можно выбирать только пять товаров и потом может уже опять заказывает много за один раз пять только пять не за один день один раз поняли не знаю что это там не так странно осмотрится будет значит до посылка смотрим здесь это чтобы вы думали душ это душ это вот эта ручка душа проверим как она работает у меня в душе ободралась вот эта штука она царапает мне руки а нами царапает руки поэтому мне надо было заменить она крутится внутри вас смотрите во все стороны потом я пойду перенесу туда камеру приз пресса присоединю это в душ посмотрим что это такое короче поняли здесь даже от воды крутится пропеллер такой красивый вот такой душ как у фрэген бог там я схожу прицеплю посмотрим что это будет дальше вытягиваем эту бутылку эта бутылка знаете ли чего мне лично для масла для масла на сковородку ну или в салат брызгать наливаешь туда масло потом его вот так брызгаешь это для масла написано так сюда вливаешь странная конструкция сюда вливаешь и потом начинаешь его на сковородку себе дозированно добавлять ну либо куда-то сбрызнуть чего-то да сбрызнуть удобно но в этом что то есть ладно пускай будет такое мне еще в хозяйстве просто не было пускай дальше коробочка я честно говоря не помню даже что в этой коробочке честно это для пробы тоже гвоздика тут есть дюбелями да это знаете что это это лампа лампа это самого солнечная батарея и снизу лампочки и сверху то есть в темноте ты она набирает свет за день а ночью на доме светится на доме снаружи я потом выключу свет сейчас это все сниму тогда и сниму прицеплю и сниму отдельного сниму сама хочу посмотреть если положу пускай на светит набирает этого потом посмотрю как она светит на стенку в ванне в темноте вот а мы посмотрим так годная гирлянда спинтом с шелестящим противный мешком сейчас я его быстро открою тихо сейчас я попробую быстро его открыть очень шелестящий противные с пультом с таким маленьким боже сколько тут режимов смотрите много это такая гирлянда вешать вешать ее на занавески на окно поняли вот она такая тоненькая что за за розетка туда и пихать в компьютер куда ее пихать придумают говна всякого я не понимаю этого не растягиваешь куда-то наверху а это наверно вниз висает такие тонкие а пихать ее куда в компьютер вот это куда она светит разными цветами мне интересует только тепло-желтый комнатный другом я не интересует да в компьютер зачем нет можно в розетку в телефон ну как на телефона поняли зарядного туда вставлять можно а поняла вот есть рисунок не дурных вот рисунок видите они рисуют три метра вот натягиваешь сверху три метра так вдоль окна три метра вот этой вот этой вот натягиваешь вот этой а это вниз отдельности свисает так по одной фокусируется свисает поняли она видимо заряжается до ее заряжаешь как тел как телефон потом вешаешь включаешь подзаряжаешь поняли как мобильный разобрались а теперь вот тоже угадайте что такое это к ней даже мешок прилипает смотрите это щуп на мясо температурный щуп кстати при приготовлении многих блюд нужен именно щуп потому что чтобы ты мог проверить у разного мяса есть своя температура приготовления какая именно мне еще предстоит изучить чтобы мясо не было сырым и не было пересушено ты готовишь мясо в духовке потихонечку потом осторожненько вот эту штуку пихаешь мясо но не насквозь а так на серединке надо пихаешь и здесь пожалуйста есть градусник по фаренгейту и по цельсию и он тебе покажет сколько градусов в твоем мясе внутри ты понимала готова у тебя мясо или нет чтобы оно не было сырым и не было жестким ну не знаю я обходила все время без этого всегда обходилась но решила что мне такая нужна знаете еще зачем такая штука нужно обязательно если нужно делать моцареллу а я как раз собрала сделать моцареллу на другом канале а моцареллу там нужно молоко определенной температуры там нужно обязательно вот этим щупом температуру измерить кто у кого нет щупа меряют пальцем но палец такой она не очень точная пальцем должно быть тепло и горячо ну не ну не обжечься вот как эту температуру понять на пальце мне не очень понятно можно молоко сунуть проверить сколько ну градусов чай можно вот можно все можно в суп но вообще в мясо думано иголка и ты туда раз и смотришь сколько градусов твоем мясе внутри внутри поняли да теперь значит что она в таком чехле довольно ничего такая ладно за евро 84 то ли два не буду врать я забыла поняли да такая штука значит нам что сейчас надо мне надо сейчас вот эту штуку проверить прицепить ее где-то на стенку пока в квартире потом если хорошо будет светить я куплю таких больше прицепить на дом снаружи больше по периметру ночью было красиво так и душно надо еще прицепить проверить как он дух это что он такое пластика какой-то ну какое зло да вот эта штука есть а вот этой нету куда мне тут цеплять телефон надо отдельно еще покупать вот этот набалдашник я посмотрю да она упустила я извидая или я думала он там внутри есть зараза что они так продают без набалдашника ну кому это надо без набалдашника набалдашник никогда не будет лишний они ломаются у меня сломались уже побрал я недовольна что здесь нету вот этого перед опять заказывать искать какую мне сюда навинтить любая туда навинтится я знаю чёрт я знаю так и батарейку значит прицепить надо посмотреть как будет красиво или некрасиво эту я не хочу раскручивать это потом но это я тоже думала в дом куда но потом и новый год ладно пусть лежит ногти ну такие себе ничего ладно отпилить только нужно мне не нравится что они такие острые они острые сверху я такие не люблю надо вот пилить его поняли ладно пошла этот душ крутить пока спасибо за просмотр скоро еще одна посылка придет и там еще заказала по моему даже не одну и этот ноготь уже уже потеряла так вот мы пришли с этим душем пришли в эту ванну сейчас мы будем его цеплять я не знаю как я не знаю мы сейчас будем пробовать вот мой душ смотрите какая в нем фигня образовалась в этом душе давно я уже тут говорила 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 отколупалась вот эта красота отколупалась и она режет руки поэтому смотрите как я сейчас этот кручу нафиг надеюсь ой ой и накрутим сюда вот этот но смотрите прикрутим его сюда так возьмем кручу смотрите крутится они все стандартные до так не очень до конца вот смотрите мы прикрутили дальше чтобы что-то дальше надо делать что это за кнопки они он наверняка тоже будет уже самое но взяту здесь вот тут где руку держишь здесь нет этой фигни дурацкой нету значит по-любому она здесь уже не отколупается так давайте включать сейчас наверное будет шумно что я могу сделать я включила его нету она не льется это штука смотрите как здорово эти китайцы засраты и смотрите я вот сейчас я покажусь я увидите вот ручка стенки видите вот эта ручка вот это стенки а душ вода не течет то есть я вот выключаю она выключена потом смотрите я я воду настраиваю включаю оно здесь не льется поняли оно не льется потому что зато потом когда я вот потом когда я вот так сделаю оно польется не в стенки а вот здесь поняли кто вы опять там температура 3 надо регулировать это это же самое здорово правда слушайте фигню стоило евро с копейками кошмар так только здесь что-то капает но возможно там нужно какую-то резинку прикручить или я не хватает мне силы прикручить там и выключаешь потом нужно не забыть еще и стенки выключить это правда не единственный душ в моей квартире но тем не менее этим я тоже часто пользуюсь и мне не нравится что он царапанный здесь второй душ который нормальный который не царапанный здесь такая душевая кабина который не кабина прямо в пол туда течет вода вот видите здесь душ более-менее нормальный сейчас пойдем смотреть лампочку сейчас я прицеплю ее двусторонний скотч мы проверим что-то такое вообще конечно и надо опять цеплять на эти самые на гвозди на что там надо цеплять сейчас мы прицепим ее сюда боже мой хомяки поехали на колесах это такой дурдом 16 хомяков осталось двое уже умерли ой так жалко вот есть выключатель включила и прицепила погасим свет смотрим на доме красиво на улице все все как красиво друзья мои красиво вам или нет вот она по идее должна всю ночь светить а за день опять напитается света а ночью опять включится вот так я видела это красиво делают ну в общем по периметру дома в одном уровне очень красиво все пока да пока пока